Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. Возможно, вы удивились, услышав это приветствие, ведь я так очень давно уже ни с кем не здоровалась. Все дело в том, что сегодня мы возвращаемся к бьюти-тематике. Ой, чуть не упала. Сегодня я буду проверять бьюти-лайфхаки из ТикТока. Подписчики моего инстаграма недавно видели вот это. И вы прислали мне очень много годных бьюти-хаков, которые сегодня мне хочется проверить и посмотреть, что из этого годнота, а что из этого говнота? Говнота versus годнота. Мне нравится. Буду использовать это как название для очередной рубрики. Годнота или говнота? Как вы думаете, в этом видео чего будет больше, первого или второго? Лайфхак номер один. И называется он Я здравый смысл и я тебя покинул. Нет, серьезно, кто вообще додумался до этого лайфхака? Я радуюсь моему новому маленькому пространству. Не уверена, что это достойный задний фон, потому что здесь как бы написано завались. Более цензурная версия, но тем не менее смысл это такой же. Но по этой логике получается, что я сама себе предлагаю завалиться. Это подушка, кусок торчит. Подушка. Я не знаю, что вы храните на полках, но если там подушка, то мы с вами подружимся. Смотрим. Просто объясните мне, кто вообще до этого допер? Этот человек, он или гениален, или безумен? Гениален, что безумен? Сначала увлажняем. Ждем, пока это впитается. Шаг номер два. На все это наносим рассыпчатую подру. Пудра. Лицо. Безумный шаг номер три. Фиксатор. И в чем твоя проблема? Нормально же общались? Ты шо, дурак? Малыш. Безумие принимало следующий оборот. Пятый пункт. Пять. Обычно после три идет четыре. База под макияж. База под макияж. Я чувствую себя так, как будто меня развели. И я уже догадываюсь о том, что меня развели, но я почему-то продолжаю позволять меня разводить. Еще и фокус развел меня. Вы поняли, да? Вы же поняли? Нет? Комочков нет. Я думала, будут комочки. Но комочков нет. Почему комочков нет? Где комки? Комки. Теперь нужно нанести наш тон и наблюдать за волшебством. Именно так там было сказано. Подходите поближе, посмотрим вместе. Накрашено, недокрашено. Тут без пояснительной бригады никак не обойти. Не знаю, что произошло. Но кожа выглядит охрененно. Смотрите поближе еще раз. Кожа выглядит просто офигенно. Она выглядит свежей. Она выглядит живой. Но при этом на ней мерзкий налет. Это минус. Все остальное плюс. Жирный мерзкий налет, который будет сопровождать вас. Я думаю, он никуда не денется. Хотя это не точно, возможно, денется. Но это в конце видео. Или чтобы кожа выглядела максимально натюрель. Ну, типа, серьезно, посмотрите на мою кожу. Вы вообще могли сказать что-то, что на этой коже есть? Мне кажется, выглядит супер естественно. Лайфхак определенно работает. Лайфхак номер два. Надеюсь, он будет не менее хорош, чем лайфхак номер один. Не, ну лайфхак, который сделали под мою любимую песню. Он не важный пофиг. Больше этой песни мне нравится только ой-ой-ой. А еще больше этой песни, знаете, что мне нравится? Это... Я просто не уверена, насколько можно, типа, петь эту песню на ютубе. Поэтому, я думаю, вы поняли, что это... Ну, вы поняли. И девочка внушает мне доверие. Привет тебе, девочка. Если ты смотришь это видео, я... Ну, молодец ты, короче. Делаем брови, бровки, девочки. Бровки-чек. Помадка для бровей. О-о-о, пчелак, когда же она скажет, что тут есть-то? Помадка для бровей. Ушная палочка должна быть чистой. Сегодня что, день лайфхаков, которые работают? Сработало. Как вообще-то возможно, что это сработало? Это же такой бред. И брови-то такие крутые, естественные получились. Лайфхак номер три. Следующий лайфхак поможет нам, если он, конечно же, сработает. А я уже думала, что сработает, потому что все внезапно работает. Обычно мне ничего не работает. Лайфхак в том, как сделать ваши тени супер-мега-пигментированными и легкими в нанесении. Что это, если не магия? Ну, типа, на самом деле, можно было бы просто изначально базу на глаза положить, а наверх тени, но это, наверное, слишком сложно. А так у нас получается цветная база, которую можно использовать просто как тени. Проверим. Тени. Это хорошие тени. Я думаю, мы должны выбрать тени похуже, потому что хорошие тени, толку с них. Мне нужны говнючие тени. Не так уж и просто. Нашла. Не сказать, что они прям люто говнючие, но они достаточно посредственные. Типа, ну, норм, но, поверьте, на глазах совсем не норм. Использовать розовый цвет или желтый? Вот в чем вопрос. Розовый. Желтый. Желтый, наверное, более говнючий. Ну, что-то такое. Ну, прям вот максимально такое. Попробую ради интереса этот глаз просто желтым цветом намазать, без всего. Ну, а этот с базой. Я что, для тебя шутка какая-то? Ок, предположим, я нанесла это, я не буду сдаваться. Что, если на это я нанесу просто тупо желтый? А если нет разницы, то зачем платить больше? Пробуем следующий лайфхак. Лайфхак, которого я очень сильно ждала. И это лайфхак со... Не звони мне телефончик. Со стрелками! Еееееееееееееей! Кок сделает глаза визуально больше. Нет, ну это моя вообще самая любимая песня после остальных песен «Пошлая моля», потому что я не могу выделить любимую песню «Пошлая моля», в общем, не важно. А под эту песню точно не может быть плохой лайфхак «Девочка, я тебе верю». Шаг номер один. Рисуем обычную стрелку, немного ее опускаем. Немного опускать стрелку не значит, что нужно ее унизить. Рисуем реснички. Теперь рисуем дугу сверху. Блин, выглядит вообще круто! Офигенно выглядит! Затемняем нижнее веко. Я думаю, здесь даже говорить нечего. Охрененно выглядит! Очень интересно и очень красиво! Это похоже на эти стрелки, которые я делала себе в последнее время, только более больные. Но в хорошем смысле слова «больные» мне нравятся. Не терпится сделать сюда уже ресницы. И лайфхак, который я сейчас покажу вам с ресницами, он будет очень странный. Ну, серьезно. Он будет еще более странный, чем все, что вообще, наверное, на этом канале было. Хлебная жаба! Хлебная жаба! Хлебная жаба! Хлебная жаба! Хлебная жаба! Хлебная жаба! Спасет ли ситуацию пёрлер? Ну, как бы, да! Ну, как бы, зачем? Не, ну, если вам прям реально супер-мега-естественный макияж нужен такой, чтобы никто ничего не понял, то да, вазелин... Пожалуй, накрашивает глаз обычной тушью. Я думаю, теперь вы ощутили разницу. Долго, муторно, но выглядит эффектно. Повторяем. Шаг номер один. Покрываем губы тональничком. Тональничек. Тональничек. Кивиса, кивиса. Шаг номер два. Темный контуринг. И обводим наши губы. Кисть. Одно из любимых женских развлечений. Заходим за контур губ. Заполняем боковины. Теперь нам нужен более тёмный карандаш такого же цвета, но только более тёмного цвета. Что? Когда я сейчас увидела себя в это зеркало, я чуть не охренела. Точнее, я охренела, поэтому я даже решила показать вам себя здесь. Более тёмным карандашом заполняем уголки. Нюдовой помадой заполняем центр. Знаете, губы, правда, стали больше, но... Зачем? 100% этот лайфхак хорош. 100% я не буду его никогда использовать. Мне кажется, мне так плохо и так не идёт. Просто жеееесть! Снова берём вазелин. Кстати, все эти лайфхаки выкидали мне в мой инстаграм директ, поэтому если ещё не подписан на мой инстаграм, ну, пожалуйста, подпишись, почему бы тебе не подписаться? Ведь если ты увидишь в ТикТоке какой-то лайфхак, ты захочешь, чтобы я его проверила, ты кинешь мне его в директ, а я его проверю. Вау, смотри, какая классная магия! А ещё я выкладываю туда фоточки. Берём хайлайтер. Блин, это румяна. Берём хайлайтер. Наносим, как обычный человек. Эффектно. Наносим, как в лайфхаке. Типа на это он ляжет лучше. Без вазелина. С вазелином. Не, ну явно вазелин для других целей надо использовать. Смотрите, я не могу на себя смотреть. Чувствую себя теперь другим человеком. Кстати, я совсем забыла рассказать вам про лицо. Но не про это милое лицо, а про моё. Очень нормальные ощущения. И та адская липкость, которая была вначале, она немного прошла. Но она всё равно есть, но она немного прошла. Пафосный кит, ты как всегда пафосничаешь, да? Пафосничаешь. Что ж, такая проверка лайфхаков у меня получилась. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Надеюсь, что-то из этого вам пригодится.